Здравствуйте, уважаемые петербуржцы! Вот театр поэтов опять в ваших телевизорах. И после Нового года, теперь у нас 2013, впервые живьем выходим в эфир. И сегодня у меня в гостях в театре поэтов поэт Михаил Солонников. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. И поэт Ольга Адейтулина. Здравствуйте. Мучаем сначала вас стихами, имеется в виду мои гости, а потом беседуем, ну и там видно будет. Поехали. Михаил Солонников. Это яблоко, грешный плод, разделили на две половины. Это наш с тобой круговорот, наши осени, весны, зимы. То ли жизнь протекает зря, то ли мы на неверной дороге, но назад повернуть нельзя. Оправдаться никто не позволит. Закрываемся, строим оплот друг от друга, и жизнь течет мимо. Словно яблоко, грешный плод, поделили на две половины. Каждые твари по паре. Отлично, дружок. Напиши мне сценарий, где все хорошо. Чтобы небо в алмазах и счастье обоз. Чтобы все было сразу и точно всерьез. Осень листья, как карты, разложит в пассианс. Нам не нужно ждать марта. Все будет сейчас. Спасибо. Вот Ольга Адитулина, Михаил Солонников, Владимир Антипенко, руководитель театра поэтов. Послушайте в Санкт-Петербурге. Михаил Солонников, молодой учитель русского языка и литературы. Да, Миш? Да. В городе Гатчине преподаешь? Даже не в Гатчине, а чуть дальше в районе, в пригороде Гатчины, преподаю русский язык, литературу. Какие классы? Пятый, седьмой, восьмой, девятый. Классное руководство имею в восьмом классе. Вот уже второй год. Воюем, воюем. Да, да. И ты мне рассказывал, как тебе дети на день рождения прекрасные подарки в виде какой-то картины. Да, на самом деле в этом году у меня день рождения был, вернее уже в прошлом году. Да, да. День рождения был такой, какого я, наверное, не помню с ранних своих времен, с детства. То есть действительно получился сюрприз. Они откуда-то, дети мои, узнали, что я люблю живопись, и подарили мне замечательное полотно масла Гатчинского парка. Причем картина невероятных размеров. Значит, ты пришел утром, открыл класс, там все это лежит. У меня шариков. Где шары, да, поздравления. И все, я понял, что теперь я никуда не уйду со школы и буду работать вечно. Хорошо. Ольга, а Ольга Деятурина, можно сказать, молодая мама и еще она куратор. Чего там? Координатор группы Невский проспект, журнал. Что еще о себе скажешь сама? Что люблю музыку. Хожу на рок-концерты. Что еще можно? Дочку люблю. Алина зовут? Алина зовут, три года ей сейчас. Ясно. Хорошо. С воспитанием. Будешь что говорить? Да, буду. Что ты думаешь о поэте Михаиле Соломниковой? Ну, мне у Миши нравятся многие стихи. Ты в его паблик даже вписалась? Да, да, я вписалась. Поэтому я тебя сюда и позвал. Я поняла, да. Хорошо, ребята, давайте, значит, у нас ситуация такова, что мы здесь читаем стихи, находимся на сцене, там вроде нас смотрят. Кстати, можно позвонить 971-1911, по-моему, телефон. 971-1911 и что-нибудь нам сказать. Давайте стихи, ребята. Мы на сцене, театр поэтов, да, 971-1911. Поехали, понеслось. Оттого ли, что в центральной России весна не похожа на нашу, петербургскую, что ли? Оттого ли, что ты сейчас далека, расстояние и время рисуется боли, я не знаю, в чем разница. Может, в тоске, что сковала меня, погрузив прочный кокон, вечерами гляжу в небеса. Биенье виске отражается на душу колокольным звоном, старой церкви на Орлинском берегу. И всплывают картины без шабашного детства. Наши игры. Пятнашки. Ты помнишь такую игру? Вот и я. И от этого никуда нам не деться. Представляю порой, что ждет меня дальше. А дальше все просто. Суета, ненужные встречи. И хочется просто исчезнуть, как кораблик бумажный, что течением быстрым уносит бескрайнюю вечность. Так живешь и не чуешь, куда убегают года. И в какие бегут непроглядные дальние доли. Оттого ли, что в центральной России весна не похожа на нашу, петербургскую, что ли? Нам есть, что сказать друг другу. Осталось найти лишь повод. Вплести наши судьбы туго, в любви оголенный провод. Нам есть, что скрывать. Земные. Мы дети своей планеты. Но мы же вдвоем отныне. Значит, долой секреты. Нам есть, чем заняться ночью. К примеру, болтать о детстве. Искать болевые точки, уже не боясь последствий. Нам есть. Значит, смысл найден. И все уместилось сразу на маленьком жизни слайде. Почти незаметном глазу. Оттого ли, что Россия северная страна. Оттого ли, что грань небес для меня расколота. Снятся мне порой скандинавские времена. И так холодно мне здесь. Холодно. Очень холодно. Это, дорогие друзья, были в моем исполнении строчки поэта Тибула Камчатского. Там есть перекличка. Да, я когда писал, я вспомнил это секторение Тибулы. Очень люблю его творчество. И потом уже думал, о, как у нас. Ниша, ну как-то вот Ольгу как-то в тени она осталась. Давай ты что-нибудь у нее спросишь. Я спрашиваю. Ничего себе. Вы люди молодые, у вас наверняка есть что друг другу сказать. Как вам, Ольга, поэтическая среда Петербурга? Ну, среда, скажем, очень неоднозначная, скажем, в том плане, что очень люди все разные. Ты все время сидишь в интернете? Я постоянно тебя напоминаю. Да не все время я сижу в интернете. Я слушаю музыку, я включаю и занимаюсь своими делами. Ощущение, что не все время. Я знаю, мне пишут, что все время. Ну ладно, перебил. Ты на перебил, да. Ну да, извините. Вот, ну как, есть очень интересные люди, есть, скажем, те люди, которые мне не близки, скажем, тоже таких много. Ну, поэты, как если братья, как поэзию, именно поэзию отделяет людей, то, в общем, поэты есть хорошие, которые мне близки. Ухаш, у тебя спросил, как учитель литературы, а я тебя спрошу, как такой Карабас-Барабас театр. Оля, почему тебе некоторые стихи торкают, а некоторые нет? Ты часто перепащиваешь там у нас в Театре поэтов. Господа, ВКонтакте, ищите Театр поэтов, поиск по группам. Торка, это не знаю, но мне кажется, что стихи должен быть близким. Ну ты перепащиваешь многие, я знаю, там всякие Каина там, мне тоже нравится Каина. Ну, по поэторию, там что-то. Ну, мне нравится, например, что-то мне близко, какая-то тема, либо просто, я чувствую, что это хорошо написано. Хочется поделиться. Вопрос у меня такой вот сейчас, очень важный, кстати. Слушай, вот интересно, смотри, ведь ты писать стихи начал нам года два назад, да? Ну да, два года назад. До этого не писала. Ну, я писала, но это не стихи. И вот ты раньше читала стихи, да, там, не знаю, современников и классиков, и сейчас, и вот в чем разница по ощущениям, когда сам пишешь? В смысле? Ну, есть разница в ощущениях. А, в том плане, что тогда и сейчас? И у тебя, Миша, кстати, да. Вот когда ты не писал стихи, помнишь, как ты читал стихи чужие, а потом ты стал писать свои? А восприятие-то? Конечно, да. Да, слушай, не знаю, у меня как-то все стабильно осталось. То, что нравилось, то и нравится. Никак ее не рассказал. Когда я не писал стихи, я вообще не читал книги, на самом деле. Когда я не писал, я книги не читал, я вообще был лондарем, бездельником. Гопник. Гебоширом. Гопник, конечно. Гатчинский диссидент. Диссидент. Да. Хорошо, давайте стихи потом продолжим, ребят, поехали. Я сегодня пока молчу, имейте в виду по стихам. Нет, не уснуть. И дело не в думах, но дело в озоне и розмарине. И душная ночь, и почти что безлунно. Деревья в сабу ее, в саду разморила. Рассвета я жду, мне играть не к лицу. За ширмой той летней отравленной ночи я выкрикну ветру тому подлецу, что в дом не заходит, а только колокочет. Я силюсь уснуть, но и сон неказист, каких-то этюдов Шопена сплетенья, и старый, и изможденный артист, на сцене читающий стихотворенья. Вскочив, я не стану и глаза смыкать, и душная ночь мне не станет противиться. Я каплей повисну на кисти творца, представив ее как виселицу. Нежность. Случайной нежностью окутана, как дымом, И греет душу ласковое слово. Так хочется любить и быть любимой. Все остальное в жизни так условно, Как раньше растворяться в пустяках, В потешных радостях обычного безумья, Витать вдвоем в ванильных облаках И чувством извергаться, как везувий. В твои глаза смотреть и видеть в них, Что мы едины в этом состоянии, Писать в порыве страсти новый стих, Рыдать, приведи фильма на экране, И ждать тебя, мечтать и воскрешать. В себе тебя и в горечи рутины Смотреть, как мечется влюбленная душа, Рисуя в мыслях яркие картины Про все, что будет, или, может, нет, Про них, про нас, про все и ни о чем. Ведь главное, теперь я вижу свет, И пусть порой мне слишком горячо, И я чувствую, как будто мне в ответ Твоя рука ложится на плечо. Спасибо. Ольга Адиетулина, телеканал Ваше общественное телевидение, Михаил Солонников, поэты, В авторской программе Владимира Антипенко, То есть меня, вот я такое себя рекламирую всегда. Вот. Значит, ребята, давайте так. Вот, Вот сейчас ставлю сюда, значит, кружку, вот. И начинаю в нее плевать. Плевать я на ваши стихи хотел, Стихи у вас ужасные. Вот. И, в принципе, это просто обычная такая вот, Знаете, такая размазня смысловуха у тебя С немножко, с таким классическим, Как это, эстетическим подходом таким, Там, у тебя какая-то Греция древняя просматривается, А у тебя такая вот такая чисто женская линия, Ну, такая вот обывательская такая. Можете что-то сказать? И поплевать в меня. А у тебя одни звуки вообще. Я свои стихи сейчас не читал. А вот мы... А вот правильно. По ним представляем и помним. Что не читал. Правильно, да? Да, на самом деле. Поэтому лучше и не читай. Хорошо. Как вы сами оцениваете собственное творчество? Вы взрослые люди, да? Уже, это я пошутил, естественно, про плевки там и все. Вы взрослые люди. У вас, в общем-то, жизнь... Вы представляете, скоро умрете все равно, да? Спасибо большое. Зачем это все нужно? Что для вас это? Пожалуйста, Михаил. Вот это то, что и умрем. Было-то мы-то умрем, а хоть что-то должно же остаться. Детей у меня нет. Поэтому пока ребенка я не оставлю. Оставлю зато стихи. Может, ребенка еще оставишь? А может, и оставлю. Конечно. Ладно, Оля, у тебя уже ребенок есть? У меня это и есть. Да. И только стихи. Ну, насчет стихов. Это часть моей жизни, очень важная. То есть, это как бы, это что-то такое, это моя душина. Ну, ты понятна, у всех это отдушина. Ну, вот, все сидят дома и извините. В этом все насчет качества стихов, насчет как я оцениваю свои стихи, как я оцениваю стихи, да, вот вопрос, да. Да, вот, как я оцениваю. Я совершенствуюсь, то есть, я сейчас на творческом пути, так скажем, я вот его начала не так давно. Я вот иду, иду и пытаюсь улучшить там рифмы, играю там что-то. Хочу экспериментами может заняться в ближайшее время. У меня там большие планы, когда у меня будет сейчас возможность. Уже сейчас у меня дочка в садик, сейчас я работу найду. И займусь еще и творчеством. То есть, рифмы и эксперименты, а у тебя что, твои стихи? Ну, я свои стихи люблю. Ну, давай оцениваю. Давай, любимого что-нибудь. Михаил Солонников, любимая. Ты не пришла, и под этот реквием нелюдимый Наедине с городом я остался, предавшись снегам. Я всегда отличался неуемной верностью лебединой, Но теперь слышишь мой голос, его заглушил шум и гам. Беззубых, грязных улиц, многолюдных скверов. И подол моего пиджака терся о небо, как мне казалось. Среди этой черепашьей сумятицы, да исполинских размеров, Росла моя ненависть. Тем временем на площадях смеркалась. Ты так и не пришла. Я не расстроен. Нет, давай, ликуй, давай, ступай к тем, кто тебе стал ближе. Мне станет сладостем теперь один лишь поцелуй. Он эту горечь с губ моих обветренных оближет. Замечательно. Михаил Солоненко. Я тоже люблю твои стихи, Миша, на самом деле. Да я знаю. А еще мы любим Ольгу Адейтулину. Спасибо. Снегопад. А небо угрожает снегопадом, И ветер дует нам в противовес. Идти вот так с тобой я даже рада, Вроде бы с тобой, но словно без. Молчим, слова порой неуместны, Шаги не тяжелые и нелегкие. Нас жизнь из одного лепила тесто, Пекла из нас стальные пироги. Все рядом, ни за ручку, ни в обнимку. Идем, и каждый думает свое. Я, что у нас нет общих фотоснимков, А ты, наверное, снова про нее. А небо, разразившись снегопадом, Все сделало каким-то жутко нежным. Я рада, что иду с тобой рядом, И на душе моей безумно снежно. А давайте вот поменяем сейчас, Так, наоборот. Сначала все время ты начинал, Михаил Солонников, А Ольга Адейтулина продолжала. А теперь, наоборот, начнет Ольга. Хорошо. Я тогда новое прочту. Гордость. Стынет в ночной прохладе Маленькое тепло. Чей-то покой украден В каплях дождя стекло. Словно кровоподтеки, Полосы от воды. Так же, как эти строки. А сигаретный дым, Перемешавшись с чадом, Тянется к потолку. Дышит мечта наладом. Я перед ней в долгу. Что не давала падать, Силой тянула ввысь. Боль напинала. Надо. Надо, дружок, борись. Ночь поглощает город. Сырость проникла в дом. Странное чувство гордости Бьется об стену лбом. Этот день, эта ночь, Эта жизнь умирает. Как лишившийся почвы антей великан, Я, оставшись стоять у самого края, Обращаю внимание на то, Как молчит океан. Мне безмолвия его не простить ни за что, Не простить поцелуев его с жарким ливнем. Видно, это мое Богом данное мне ремесло Наблюдать очертания жизни, неровности линий. А другим, если стать, то разве что ланью, Стать мишенью на каледонской охоте. Или скалой, что ни звука не выдаст, Коль знает, в чем загадка твоей неуемной породы. Мне объятья твои, что цепи, Я дышу только тем, кто близок, В чьих глазах под эффектом сепий Каждый взгляд на меня нанизан. Мне признания твои не важны, И вообще я люблю порою Заходить в Чутыреку дважды, И при этом не быть второю. Часто слышу, да мы похожи, У нас родство, нам одной дорогой. Но, боюсь, каждый мир так сложен, Что похожих не так уж много, Да и близость совсем не в этом. Ее чувствуешь пульсом в вене, Она бьется под кожей светом, Там, где сходятся наши тени. Ни разу тебя даже не показали крупным планом сейчас, Стих целый прочитала, Эмоции никто не увидел. Ну что такое, а? Так жалко. Давай тогда еще один стих за это. Ну, хорошо. Режиссеры умрут у тебя. Ну, такое хорошо. Вот не знаю, что тебе сказать. Пожалуйста. Я болтаю много и без толка, Слов моих колючие иголки В основном кончаются на ять. Я забыла то, что было важно, Новое придумала взамен. Хочется любви и перемен С тонким ароматом флёд оранжа. Может, нужно просто промолчать? Я ведь это делаю нечасто. Хватит, все, довольно, слышишь? Баста, он уже касается плеча. Дорогие друзья, у нас программа называется Театр поэтов, зрелище поэтов. Мы вообще здесь можем не произносить вообще никаких слов прозаических, Только стихами. Ну, пока так и будем. Михаил Солонников. Отвечаем. На Ладоге сегодня полный штиль, А мне хотелось бы увидеть бурю, И очертания твои рисуя воображение, Я вижу этот мир не тем, какой он есть на самом деле. И это всё походит так на бред, И каменной косы лишь только след В пространстве озера и отражённом небе. И мне так жаль, что завтра не увижу Песчаный берег и угрымых рыбаков, Надеющихся на большой улов, Но я вернусь сюда, чтобы впитали жилы Прохладу этих северных ветров, Чтоб сесть на камень и открыв тетрадь, Изобразить тебя, задумчивой, как небо, И потому вокса так стремится в небо, Что я люблю тебя и не хочу терять. Спасибо. Михаил Солонников, Ольга Аджитулина, Владимир Антипенко. Но я сегодня стихов не читаю. Миш, Оль, сначала с Мишей. Миш, случилось, что-то не люблю свои стихи, Не могу даже исполнить, противно становится. У тебя бывало такое? Бывало, бывало, конечно. Но на самом деле это означает только, Что надо сделать паузу. Зато потом проорю, это у Манельштама. Надо новые сочинять. Да, нет, надо остановиться, А потом переварить все это. И потом уже через некоторое время Это будет спасением. Это у Манельштама есть строчка. Люблю прорывание тканей, Когда после двух или трех, А то четырех задыханий, Придет выпрямительный вздох. Вот этот выпрямительный вздох, Он приходит после паузы, А пауза, она связана как раз таки С отвращением к своим стихам. Пойдем в кафе, меда тебе там куплю потом, Когда после эфира. Меда, меда. Оля, а вот у тебя бывает, Что твои стихи тебе противны? Чтобы уж совсем противны мне не было. Я тебе садебе так пошло. Вот. Но было такое, Что иногда, Вот когда других слушаешь, Например, Когда я читал Державинского, Вот. Сидишь и думаешь, Да. Надо работать еще, Работать, что ты делаешь. В смысле, когда, Что других слушаешь, Ну, например, Вот тебе нравится, Да, что это творчество, И ты понимаешь, Что тебе еще, конечно... Да нет, я не завидую. А я очень часто завидую. Да. Я даже сегодня Вот завидовал и тебе, И тебе, между прочим. Правда? Да. У меня теперь комплекс В 2013 году. Комплекс Владимира Антипенко. Ребята, давайте стихи еще Всполняйте. Откровенность. Откровенность за счастье плата. Я ступаю босой в твой мир, В мир любовного компромата, С сердцем стертым почти до дыр. Откровенность, подарок свыше, Чей-то рок или благодать. Я зову тебя, ты не слышишь, Я могу все тебе отдать. Откровенность за откровенность, Оба скрылись за этикет, Моих рук голубая венность, Твоих слов ледяной брикет, Рассекают над нами воздух, Разрезая напополам Общих мыслей незримый лозунг, Возгораемых, как напалм. Откровенность. Ах, Бога ради, В мыслях снова не пустословь, Ведь покой мой тобой украден. Снова влезла в меня любовь. Воздух холодом сжигает горло, Снег достаточно крупными хлопьями, На сонной брусчатке теснится проворно, На небо глядя из-под лобья. В улицу выйдешь с головой непокрытой, Дует, метет в снежных шапках гранит, И проспект надвигается белой углыбой, Ноет зуб. Это, наверное, пульпит, Позже уляжется, свыкнется, Все же не повод, Чтобы вернуться назад, Машины проносятся, Словно ток электрический провод. Они имели уши, Болит переносится, Но и это пустяк. Присмотрись, как зима, Мурлычи трется о ноги, И разве не этот город, Укрытый метелью, Наш каземат, Или во всяком случае его подобие? Петербургская. Смой ледяные ливни, Египетский оскоменный в ушах, Лик нефертити, Северные бивни, Балет на льду, И все перемешалось в душах, Кивни египетский, Ты в ком? Молчишь иероглифом победы, Глазея в петербургский дом, Ты полбеды, Ты сон России, Ты сын рассеян, Временем закатан под асфальт, Ты замурован в нем Под панцирем ледовым, Факт остается фактом, Летний сад тебя не принял, А Нева влюбилась в кошачью масть, И в пирамидах духа Мы слышим человеческую речь, Гуляющих по набережной Ра, И видим белой ночь. Ольга Адитульна, Скажите, пожалуйста, А это был мой Стив, Ну неплохой, Ничего так, неплохой. Да, вполне. Я его год не мог, И боялся прочитать где-либо. Ну ладно, Ольга, скажите, пожалуйста, Вот вы в этой жизни Уже много, так сказать, Как это сказать, Ну, ощутили что ли, да? Наверное, да. Можно сказать, что мудрая женщина, Вот как ее, да? Нас назвали так? Нет, скромная просто. Да. Вот скажите, пожалуйста, Вот вообще, У нас мужчин всегда интересует, Поскольку у вас сейчас женщин, Пишущих стихи очень много, И вы очень талантливые все, Замечательные. Вот. Как ты думаешь, Оно к чему-то придет, Вот как-то вот исторически, Или это все-таки будет некий вот, Что, ну было много женщин, А потом там остались поэты там, Такие-то. Что ты имеешь в виду, Останутся ли женщины поэты в истории? Да. Ну, конечно, останемся, Куда же мы денемся. Ну, куда единемся, конечно, останемся. Ну, куда единемся, конечно, останемся. Ну, тогда исполняй. Я же скромная. Давай еще туда. Ну, можешь что-то сказать еще. Стих. Давай, давай. Ты. В словах твоих слишком много Каких-то безумных смыслов. Мой разум твердит, не трогай, Сомнение сердце сгрызло. В глазах твоих мир не меньше, Желанный, но явно чуждый. Вокруг хороводы женщин, И каждый из них ты нужен. В молчании твоем тревога, Боязнь показаться глупым, Попытка увидеть Бога Сквозь мутную жизнь и лупу. И ты привлекаешь дико Своим неспокойным нравом. Твой цвет — это цвет индиго, Удел твой быть вечно правым. Здесь мне кажется, Будто бы лоси, Что в дремучем и горьком лесу, Сквозь туман пробираясь, Приносят на сахатых рогах Весну. Здесь, где сразу за лесом река, Где полынью пропитан воздух, Я б хотел навсегда, На века Сохранить твой волнующий образ. Здесь, где птицы, волнуясь, Звенят, где забытых деревьев сплетенья, Я б хотел бы увидеть твой взгляд, Вызывающий сердце сомненья. Я хотел бы с тобой умереть Здесь, в дремучем лесу, Где лоси, проходя мимо старых деревь, За собой уносят осень. К лейдоскопом тянется Беспутная память сна, Один рисовать останется Тревожную думу дня. Лапой наступит веером На пунцовую грудь зари, Загадочным синим вечером Нашепчут слова. Они ласково, трепетно выбелят Морозную соль кобуры, Расчетливо, холодно, Вычистят овощи от кожуры И сварят кашу дозорную, Как в сказке про рыжий дом, И будут слагать узорные враки Крайних хором. Так ты покушай, не веря им, Так ты послушай крайним, Сбереги уши, и Бог им Судья не один после. Говорила в полголоса важная, Но срывалась на крик в околесице, И шептались за спинами граждане, Ничего, и она перебесится. Ей повсюду мерещилось главное, То, что кем-то вообще не замечено, И совсем не стыкуется с планами, Что-то очень простое, но вечное. Да, какая она все же странная, Эта вечно влюбленная женщина. Далеко это время, далеко, Мне мерещится изредка лишь, Окна дыма, карниз, поволока, Перестуки дождя, пар от крыш, И минутная, может быть, даже, Чересчур. Но мое заблуждение, Что однажды кораблик бумажный Доберется до порта, Где прежде чайки криком Будили забвенье, И лишь море своей панорамой Заставляло бы, как привиденье, Оробелой охватывать тайной. Далеко это время, далеко, Все мерцанье, все только мираж, И сады огорожены тесом, И дыхание осени блажь. Спасибо. Дорогие телезрители, Вот сегодня, на самом деле, У нас такой театр поэтов получился, И то, что мы на Олю сегодня так, Ух! Оль, тут нет ведущего, на самом деле. Меньше ведущего, мы поэты, Ну, как бы, я не знаю, Может, мы друг друга и не считаем за поэтов, А мы как бы тебя просто так, Любовались тобой, атаковали тебя. Хорошо. В этом не было никакого критически такого, Знаешь, вот этого, занудного контекста какого-то. А просто такая драйв, игра. Ну, все отлично. В этом смысле, да? Просто пошалили. Да. Вот. И, кстати, вот, Театр поэтов послушайте Открывает новый сезон В арт-салоне Невский, Вось, 24. Но это мы в феврале, Каждый по средам там будем выступать, Там по 30 минут, Каждый автор себя сможет проявить, И вы тоже вписаны, по-моему, туда, да? Не знаю. Ну, да. Я не предупреждена. А самое главное событие у нас совсем недавно, Вот будет 26 января в субботу В музее-усадьбе Державина В 5 часов вечера, Вход свободный. 10 лет Театру поэтов послушайте, 15 лет движению поэтическому послушайте, И 10 лет Театру поэтов послушайте. Всех приглашаем. Надеюсь, вас тоже там лицезретье С подарками творческими. Подарками? Да. А сегодня у меня в гостях был Поэт Михаил Солонников. Пока, Миша. Пока. И поэт Ольга Адитулина. Всех доброго. Вот, да. До свидания, Ольга. И ждем всех 26 января, Января в субботу, В 5 часов вечера, В музее-усадьбе Державина, Фонтанка 118. Ну, все в интернете можно обнаружить. Пока. Субтитры подогнал «Симон»